Добрый вечер! В эфире программа «Лицом к событию» на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Сегодня Дмитрий Медведев удалил в социальной сети ВКонтакте одного из своих немногих друзей, Михаила Абазова. Абазов – бывший советник Медведева, бывший министр открытого правительства и бывший самый богатый член Кабинета Министров. Он был задержан вчера в Подмосковье, как говорят, почти сразу после прилета из Италии. Абазова обвинили в создании преступного сообщества, еще пять лет назад похитившего по версии следствия 4 миллиарда рублей. Дело Абазова – очередное в череде громких задержаний арестов бывших и действующих чиновников и крупных бизнесменов. Почти все они произошли при участии одного человека – генерала ФСБ Скачева. Куда ведет эта загадочная цепь, мы сегодня обсудим с гостями. С нами политолог Николай Петров и экономист Сергей Жаворонков. И по телефону с нами будет говорить политика Иван Стариков. Для начала давайте посмотрим небольшой сюжет про Михаила Абазова. 26 марта в Москве задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абазов. По данным СМИ, задержание произведено оперативниками управления КФСБ. Абазова обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абазов и его предполагаемые сообщники похитили у двух сибирских энергетических компаний крупную сумму. Абазов и его партнеры продали государственному унитарному предприятию акции четырех компаний за 4 миллиарда рублей. При том, что по версии следствия, их реальная стоимость составляла 186 миллионов. Обвиняемые называют сделку рыночной и свою вину не признают. В 2011 году Михаил Абазов стал координатором общественного комитета сторонников президента России Дмитрия Медведева. В 2012 он получил должность министра и занимал ее до мая 2018 года, когда после очередных президентских выборов структура открытого правительства была упразднена. В 2015 году, по данным РБК, Абазов оказался самым богатым членом Кабинета министров. Его состояние оценивалось на тот момент в 456 миллионов рублей. По данным СМИ, после отставки бывший министр проводил много времени в Италии. Звучала версия, что в Россию его специально выманили для ареста. Впрочем, адвокаты Абазова настаивают, что это не так. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину о деле Абазова было доложено заранее. Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов заявил, что Дмитрий Медведев также в курсе задержания. Речь идет о коммерческой деятельности. Но если будет доказано, что Абазов сохранял контроль над коммерческими структурами во время работы в правительстве, то этот факт сам по себе означает нарушение закона, отметил он. Иван, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы были знакомы с Михаилом Абазовым еще, когда он пришел к вам работать помощником, когда вы были депутатом первого созыва Думы. Что это за человек? Что вы помните о нем? Ну, для того времени он, безусловно, выделялся. Это был 1994 год, ему было 22 года. Выделялся внешностью, передовой, скажем. Он выделялся тем, что была частная поездка в Америку. Он поехал со мной, и мы в Сан-Франциско прилетели, пока я там разбирался с чемоданами. Он сбегал и взял на прокат мини-вэн. Я понимал, что его базовый английский, или, может, чуть лучше, чем у меня, но его умение, не стесняясь вступать в контакт, разительно отличало от нас советских людей, которые испуганно жали, что называется, к стенкам. Я понимал, что он предпочел учебу в МГУ коммерческой деятельности. Для того времени, в 22 года, например, у него был 600-ый Мерседес, и он, в общем, занимался то, чем занимались многие бизнесы, соответственно, на рынке потребительских товаров и компьютеров. В 1995 году правительство, поэтому он перестал быть моим помощником, но поехал со мной на первые выборы губернатора в Новосибирске области по знакам высотам Светалия Петровича Муха, который выиграл те выборы. И помог области поставил топливо-дизельное под залог акций «Новосибирск Энерг» порядка 20%. Мне кажется, что чисто советский директор, бывший офисарь обкома, смотря на этого 20-летнего юношу, был уверен, что он, в общем, обманул или, в общем, не торопился возвращать, соответственно, деньги. И когда он попытался возрастить акции, оказалось, что с юридической точки зрения улучшил молодой человек достаточно безупречно это обставил, и в итоге он стал контрольным акционером «Новосибирской энергии». И после этого начался уже его большой бизнес в энергетическом секторе. Спасибо. Сергей, хочу вас спросить, но вот про него вспоминает какого-то человека грамотного экономически. Сейчас ему предъявили обвинение в том, что, насколько мы знаем, со слов адвокатов, во всяком случае, в том, что он и группа лиц, которые составляли себе вот эту преступную группу, якобы существовавшую, что они продали акции нескольких компаний в 20 раз дороже, чем они их приобрели. Купили у государства, продали с нового государства. Это ведь похоже на обычные рыночные отношения. Ты продаешь дороже, чем покупаешь. Ну, это, в общем, как мы помним по большинству таких громких уголовных дел, обычная практика российских так называемых правоохранительных органов. Они откуда-то, так сказать, из головы выдумывают настоящие цены и, значит, деятельность по ненастоящим ценам рассматривают как преступление. Ну, да, конечно, так сказать, в мире известна ситуация корпоративных споров, когда говорят, что я покупаю у вас компанию, не знал, что этой компании долги, вы скрыли от меня какую-то там важную информацию. Но такого рода споры надо решать в суде. Это арбитражное абсолютно дело. Я обратил бы внимание на вот еще какое возмутительное обстоятельство, что в России ФСБ присвоило себе полномочия, ну, примерно адекватные полномочиям НКВД, значит, сталинских времен. То есть, люди свой нос суют куда угодно. В то время как в мире спецслужбы занимаются узко, так сказать, профильными вещами. Там разведка, как он-то разведка, терроризм. Значит, у нас там ФСБ расследует пару тысяч дел, так сказать, по террористической направленности и примерно в 10 раз больше экономических дел. Вот так быть не должно, но это сознательная политика президента Путина. Это, так сказать, его уверенность в том, что вот именно эта структура должна быть главной в стране. Значит, а предприниматели — это вот какие-то, значит, там классово чуждые элементы. Вот упомянули, что Медведев там из друзей удалил Абызова. Значит, какой смелый, отважный человек этот Медведев. Значит, жаль, у Магомедова не было этих аккаунтов, ниоткуда было удалять. Значит, но обратим внимание вот на какое обстоятельство. Что, скажем, сам Медведев три года, когда его уволили из мэрии Петербурга, он работал в «Лимпалпе» — крупной коммерческой компании. Но в официальной биографии Медведева на сайтах правительства этот факт отсутствует. То есть это как бы стыдно. Нельзя говорить, что ты работал в бизнесе, потому что вот правильные пацаны, они работают в ФСБ, они в бизнесе. — Это крупнейшая лесозабетовительная компания? — Да, 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 есть такая, да. Вот, собственно, вот на какие обстоятельства я хотел бы обратить внимание. — Но про роль ФСБ в этом деле мы еще поговорим позже. Пока что мы только знаем, с отсылкой на некоторые СМИ, что задержание осуществляли сотрудники управления КФСБ. Будет ли ФСБ заниматься делом, мы не знаем точно. Кстати, я хочу напомнить, что суд по мере пресечения по поводу ареста Абызова идет прямо сейчас. И, возможно, до конца программы мы узнаем, какая мера пресечения будет избрана. Николай, я хочу вас спросить. Вот про него говорят, про Михаила Абызова, что он был министром без портфеля. У него не было своего министерства. Он был министром по делам открытого правительства. Что это вообще такое? — Ну, открытое правительство — это была структура, которая при премьере Дмитрия Анатольевича Медведева занималась, с одной стороны, связью правительства как небольшого бюрократического аппарата с более широкими слоями граждан, а с другой стороны, выполняла ту роль, которую отчасти выполняет Агентство стратегических инициатив. То есть было призвано и продемонстрировать большую открытость правительства, и осуществлять эту открытость, и в общем заниматься тем, что сегодня делают, скажем, те, кто занимаются цифровизацией и приданием правительству характера такой более открытой и современной структурой. — Но при этом Абызов получил достаточно высокий, очень высокий министерский пост. Очень быстро, да? Он пришел, он стал помощником или советником Медведева, и буквально через некоторый год, может быть, стал уже министром. До этого он политикой не занимался. Почему так быстро произошло его повышение в политике? — Ну, у нас, если посмотреть на состав нынешнего правительства, в общем, я думаю, даже большинство членов кабинета сделали достаточно быструю, стремительную карьеру. Это нормально, если вы хотите омолодить и как-то принципиально поколенчески изменить структуру своего управленческого аппарата. Вы смотрите, и успешный бизнесмен, мне кажется, здесь вполне логичная кандидатура для того, чтобы осуществлять те функции и двигать правительство в направлении, которое традиционная бюрократическая структура не в состоянии была осуществить сама. — То есть дело было не в том, что, скажем, Медведев был чем-то ему обязан, а просто Медведев увидел дельный молодой человек, относительно молодой, успешный бизнесмен, давайте поставим его заниматься таким новым инновационным проектом. — Я думаю, что можно сказать так, но мне кажется, даже это не принципиально важно. То есть чем мог ему быть обязан премьер, кроме того, что Абызову доверили как бы создать некую структуру сторонников Медведева, и Абызов поддерживал идею второго президентского срока Медведева. Вот и все. — А чем гончилось дело с открытым правительством? Проект закрыли, как мы знаем, официально, во всяком случае, но какие-то остались после него? Идеи дальше работают? — Мне кажется, нет. Может быть, Сергей меня поправит, но весь этот проект, он, в общем-то, схлопнулся, но сказать, что он был каким-то таким эффективным и дал какие-то серьезные результаты, мне кажется, не стоит. У него во многом функции были пиар, и во многом он был связан с реализацией тех идей, на волне которых Медведев пришел, в том числе вот эти инвестиции 4И и так далее. Но реальная работа, он не оказался встроен в бюрократическую структуру и был такой немножко пятой ногой. — Сергей, вы согласны? — Вы знаете, у меня противоречивое ощущение. Я лично не знаком с Абазовым, но мои друзья, которые с ним знакомы, работали в правительстве, говорят, что в общем, как чиновник, он пытался творить добро, то есть поддерживал правильные идеи, не поддерживал неправильные и так далее. Но самый громкий проект открытого правительства, так называемое интернет-голосование, что 100 тысяч подписей верифицированных на госуслугах надо собрать, и тогда ваш вопрос будет рассмотрен сначала некими экспертами, а в конце концов и Государственной Думой. он оказался скандально провален, потому что чуть меньше 20 таких инициатив получило 100 тысяч подписей. Из них была принята одна, какая-то малозначимая совершенно инициатива комического свойства. А все основные инициативы, ну там визовый режим со Средней Азией, например, значит, а их про их просто забыли. То есть вот по закону дальше какие-то, значит, эксперты должны там что-то там, какие-то заключения выносить. Этого не происходит. Все, до свидания. Жаловаться некуда. Значит, вот, собственно, об этой истории весьма печать. Для Абазова я, так сказать, бы напомнил, что у меня действительно в целом сложилось впечатление, что он лично, может быть, был добронамеренным, так сказать, человеком, но в силу своего невысокого, так сказать, веса аппаратного в системе власти, толком ему сделать ничего не удалось. Иван, как вы считаете, можно ли сказать, что Абызов это такой представитель, скажем, либерального крыла в правительстве? Да нет, конечно, так нельзя сказать. Ни либерального, ни консервативного. Он, как это, там у Казима Прудкова, не против, не по течению. Он плывет туда, куда ему надо, и плыл. Я очень коротко, вот, в развитии того, что сказал Сергей, вот, относительно того, чтобы при активе в 20 с лишним раз дороже куплены. Там прозвучало название компании, какое-то там федеральное государственное предприятие, какой-то Алмаз, Союз, импорт, экспорт. Алмаз, ювелир, экспорт. Мне, честно говоря, да, Алмаз, ювелир. Мне, честно говоря, стало тревожно, что, какие люди управляют экспортом наших алмазов. Я вот сейчас в Красноярске нахожусь. Вот. Если они способны принимать решения, и Сергей правильно сказал, когда определяется, что такое там, хотя справедливая цена. Я вот не понимаю, что такое справедливая цена. И действительно, если говорить, то это вопрос исключительно неуголовного арбитражного суда. Вопрос другой. Кто, в чем я понимаю, имел отношение. Дело в том, что Михаил, взяв Новосибирск-энерго в середине 90-х, в достаточно разрушивший состояние, конечно, провел модернизацию. Это одна из крупнейших энергосистем, которая обеспечивает вообще город Новосибирск, третий и самый крупный муниципалитет. И в этом смысле он оказался в капкане. Конечно, не его планы были быть министром министром открытого правительства. И он даже на меня обиделся, когда я написал в 2012 году статью, она была в Московском комсомольнице, открытое правительство в закрытой стране. При всех его добронамерениях, как сказал Сергей. Так вот, оказавшись в итоге министром, я-то думал, он хотел быть министром энергетики, но не хватило, как Сергей правильно сказал, аппаратного веса. В первую очередь, Медведева, продвинуть его на эту позицию. Он оказался в какой ловушке в капкане? Дело в том, что ежегодно выходит постановление по предельникам индексации тарифов на электрическую тепловую энергию по всем субъектам Российской Федерации. Я обратил внимание, что в Новосибирской области все время недорегулированность тарифов. Ну, например, Кемеровская рядом на энергетических углях, допустим, там 4,9, а Новосибирская 1,3. И он, по всей видимости, либо не мог, либо ему Медведев не давал выступить с тем, чтобы, ну, соответственно, эту недорегулированность. Тарифы по Новосибирской энергии и по компании Сибэка на тот момент ликвидировали. В итоге накопилось чудовищное перекрестное субсидирование, когда электрическая генерация была прибыльной, а тепловая убыточной. Это привело к деградации теплосетей. Сейчас тут пугающие аварии, соответственно, произошли. Поэтому в этом плане мной, под моим руководством, была проведена работа, мы истребовали тарифное дело Сибэка с ребятами из вышки 319 страниц. Очень подробный анализ. В чем же проблема недорегулированности тарифа? Он продал год назад свою компанию сибирский генерующий компанию Андрея Мельниченко. И те, не долго думая, заменили каменные угли, бурые, которые в 3,5 раза дешевле. И сразу ушли от перекрестного субсидирования. Вы считаете, что в этом может быть причина заведения на него этого уголовного дела? Я говорю о том, что я здесь абсолютно солидарен с позицией Сергея Жаворонкова в том отношении, что сегодня силовики становятся у нас крупными экономистами, энергетиками, специалистами, в том, в чем они на самом деле ничего не понимают. И в конечном итоге шлифуют пресловутый инвестиционный климат в стране, когда капитал бежит отсюда в отсутствие экономического роста и всего остального. Николай, ну вот раз мы перешли к версиям уже, к версиям того, почему произошло то, что произошло, одна из самых распространенных версий, что это связано с давлением на Дмитрия Медведева. Но вот я читал, что Абызова называют его ближайшим соратником. Это вообще правда, что он ближайший соратник? Я думаю, это большое преувеличение, хотя, конечно, это фигура, бывшая достаточно близко к премьер-министру. Но я бы обратил ваше внимание на то, что это уже третья такая крупная фигура, которая репрессирована начиная с января этого года. И каждый раз мы видим... Из окружения Медведева вы имеете? Нет, не из окружения Медведева, из российской политической элиты или из бизнес-элиты. Давайте причислим, да. Мы видели сенатора Рашукова. И дело, которое непонятно сейчас, в какую сторону пойдет, но уже понятно, что это очень масштабное дело. Мы видели Майкла Калви, и мы видим бывшего министра кабинета, второго министра Медведевского кабинета, который арестован по серьезным обвинениям, предполагающим 10 и более лет срока заключения. До 20, я так понимаю. И в каждом конкретном случае мы можем искать конкретные объяснения, кого обидел, кому на ногу наступил и так далее. Но мне кажется, очень важна тенденция. Если некоторые эксперты ждали, что после президентских выборов репрессивная машина сбавит обороты, то этого не произошло. И с начала года мы видим, как серьезно она запущена. То есть вы считаете, что к давлению на Медведева дело против Абызова отношения не имеет? Оно может иметь и отношение к Медведеву и его окружению, но уже так много фигур, начиная с Маговендов, их упомянутых, в общем, я считаю, репрессированы из ближнего и неближнего окружения Медведева, что говорить о какой-то группе Медведева сегодня нельзя. Да, уже все люди, которые назывались в качестве его относительно близких людей, они либо покинули правительство, либо не играют той роли, которую еще недавно играли. Поэтому Медведев сегодня не думаю, что является такой какой-то серьезной мишенью, ради которой силовики предпринимают активные действия. А главное, не очень понятно, зачем на него давить. Он, конечно же, имеет влияние, но при этом он занимает свой пост, потому что, очевидно, устраивают на нем президента. Здесь никогда не знаешь, какие планы реализуются. Только что произошли интересные события в Казахстане, и президентом Казахстана стал человек достаточно известный, но при этом, можно сказать, одинокий и не имеющий большого организационного политического ресурса. Если Медведеву уготована такая или близкая к этому роль, то тогда вполне логично делать из него одиночку, а не фигуру, которая имеет бизнес-связи, которая имеет серьезных каких-то сторонников и так далее. Зависим от всех и от никого. с одной стороны известен, заметен, а с другой стороны не является серьезным игроком в силу отсутствия ресурса. Сергей, а что вы думаете о версии, что дело Абызова это самый первый шаг к подготовке транзита власти в 2024 году? Я думаю, что это никак не связано. Я напомню про уголовные дела против Владимира Евтушенкова, против бывшего сенатора Глеба Фетисова и бывшего главы партии Альянс Зеленых. Власть очень подозрительно настроена по отношению к бизнесу и ее стратегия в целом состоит в том, что бизнес должен не высовываться. Не высовываться, не заниматься никакой не то, что политической, но даже общественной деятельностью. А Абызов это бизнес или власть? Соответственно, Абызов это, конечно, прежде всего бизнес. В правительстве его прийти попросили, отказать было невозможно, соответственно, он всей ерундой занимался. И историй таких было много. Про транзит власти в 2024 году я считаю, что наиболее очевидным сценарием является отмена ограничений на количество президентских сроков и новый срок Владимира Путина. Если этому общество не сумеет помешать, то путинский сценарий состоит именно в этом. Больше он передавать кому-то на 4 года погреть место не рискнет. Ну и тут уж в эту версию ареста то есть не ареста задержания, ареста еще не произошел, задержания Абызова никак не укладывается. То есть не имеет к нему очевидного отношения. На мой взгляд так, да. Николай, по поводу возможной поддержки. Вот сегодня стало известно, что в суде защита преднесла, что за Абызов готовы поручиться Тимакова, Дваркович, Волошин и Анатолий Чубайс. Вот из них четверых только Чубайс без приставки бывший. Все остальные уже свои посты основные покинули. Но во всяком случае они не побоялись за него поручиться. Это для них не опасно? Это не страшно историю? Я думаю, для них уже не опасно. И не случайно здесь имя Чубайса. Посмотрите, если не говорить о единичном событии, которое произошло вчера, то мы видим, что из людей, которые вместе с Чубайсом осуществляли реформу энергетики, в том числе и Абызов, там был уже 5-6 человек так или иначе оказывались под арестом и дела долго тянулись, хотя пока, мне кажется, никаких серьезных сроков никто из них не получил. То есть, с одной стороны, мы видим, что и министры Медведевского кабинета оказываются под ударом, с другой стороны, и люди из энергетического сектора, и в первую очередь, те, кто были рядом с Чубайсом, работали в РАО ЕС, к которым относится и Абызов. В этом смысле, мне кажется, что с одной стороны, те, кто подписались, ничем особо не рискуют, хотя, конечно... Абызов тоже не рисковал, оказалось бы, не рискал. Сегодня это акт гражданского мужества, но я бы подчеркнул, что вот те репрессии, которые осуществляются начиная активно, начиная с 2014-2015 в таком объеме, в каком мы видим их сегодня, или чуть увеличивающемся объеме, они стали привычными, хотя сроки растут, и какого-то корпоративного, массового, публичного сопротивления они не вызывают, а если вызывают, власть бывает довольно жестко это пресекает, да, и когда в 2014-м году арестовали Сугробова, и началось дело, связанное с главным управлением экономической безопасности МВД, то тоже нашлись десяток милицейских генералов, которые подписали такого рода обращения, один из них очень быстро сел по обвинению в каких-то хозяйственных преступлениях. Ну вот, между прочим, сегодня еще журналисты спросили Силуанова, как вы относитесь к делу Абызова, и он сказал негативно, дальше он ничего не сказал, но он выступил, во всяком случае, в случае с делом Майкла Каломи, который вы упомянули, он ничего такого не говорил. Да, но мы видим, какую реакцию со стороны власти возымели обращения довольно многочисленных людей, когда арестовали Майкла Калви. Да, ну, в общем, никакой, с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что власть даже как бы приучает людей к тому, как мы видим в деле Серебренникова, да, что, в общем, нормально или там ненормально, но привычно то, что происходит, и единственной формой какого-то, я не знаю, апеллирования к власти является челобитное лидеру, чтобы он обратил особое внимание, да, то есть никакой реакции со стороны сообщества, будь то бизнес-сообщества, будь то корпорация, та же милицейская, мы, в общем, не наблюдаем, и в этом смысле удивительно, как быстро наша система восприняла как, ну, если не норму, то как нечто в порядке вещей, вот те репрессии, которые происходят систематически уже несколько лет. Сергей, ну, сегодня такой день, что, конечно, про Михаила Абызова хочется говорить только хорошее, но все-таки, вот известно, что Алексей Навальный принял дело расследования, нашел, правда, у него виллу в Италии, в принципе, непонятно, почему человек, который занимался бизнесом много лет, не мог себе купить виллу в Италии, тем не менее, он тоже был вот таким в представлении Навального, во всяком случае, человеком, которому нужно поставить ему на вид какие-то вещи. Могло ли такое быть, что он действительно что-то там наворовал, и вот теперь про это вспомнили, его решили прищучить? Ну, Навальному, полагаю, безразлично против каких-то, так сказать, чиновников опубликовать свои расследования, ну, за исключением, так сказать, некоторых, типа Сергея Борисовича Иванова, про которых он принципиально ничего не публикует. Значит, но, как вам сказать, я вообще против вот излишней, так сказать, демонизации этой темы, она очень лицемерная, что там чиновники ведут коммерческую деятельность, ну, так сказать, да, там существующая эта, так сказать, схема, что там они должны кому-то отдать в доверительное управление, на самом деле они там сами продолжают управлять, ну, как скачал, например, Александр. Да, 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 но это не главная их, так сказать, вина, главная вина чиновников, когда, так сказать, они что-то украли из бюджета, когда они приняли вредные для страны, так сказать, политические, экономические решения, ну, и вот то, о чем Навальный справедливо пишет, когда люди не могут объяснить происхождение своих, так сказать, своей огромной собственности, да, когда там у нас, так сказать, руководство того же ФСБ, так сказать, или там государственных корпораций, владеет имуществом на суммы, которые там они не могли заработать за всю свою жизнь по официальной зарплате. Вот об этом больше нужно говорить, а не о том, что чиновники занимаются предпринимательской деятельностью. Ну, я, например, знаю некоторых чиновников, которые реально продолжают, конечно, руководить своим бизнесом. Это не мешает им быть приличными людьми, там ничего не красть, так сказать, это вот разные вещи. Николай, ну, вот мы уже несколько громких, резонансных дел в последнее время упомянули, но вы бы дело обызово с чем сравнили? С Калви, с Магомедовыми, с Улюкаевым, с чем-то еще? Ну, я думаю, что по разным измерениям возможны разные сопоставления, да, это и РАО ЕС, это и бизнес, и тогда Калви и Магомедовы, да, Евтушенкова я бы в другой ряд поставил, потому что там была понятна задача, отъем бизнеса, это произошло, и все остальное дальше вернулось на круги своя, да, то есть, мне кажется, здесь очень много, как всегда, измерений, но вот попытка в каждом конкретном случае найти одно или несколько справедливых объяснений, она имеет, конечно, право на существование, но уводит немножко разговор в сторону от того, что новой нормой нашей жизни становится возможность для вчерашнего министра или даже действующего министра быть арестованным и получить срок 8, 10 и до 20 лет. без каких-то серьезных на это оснований, да, посмотрим, пока те обвинения, которые предъявлены, они не свидетельствуют о том, что именно за это Абызов будет наказан, да, и может это все измениться, но мы видим целый ряд дел, когда людей осуждают на очень серьезные сроки по абсолютно фантастическим обвинениям, да, с одной стороны, это действительно ситуация, когда следственные органы до копеек знают правильную цену и говорят, что в сделке много лет назад эта цена была не такой, а с другой стороны, это хранение патронов, например, генералами, да, с другой стороны, это те вещи, которые в своей практике любой государственный служащий, любой руководитель допускает. Почему можно говорить именно о политических репрессиях, да, потому что это сигнал целой группе людей, и они примеряют это на себя, да, а наше законодательство в хозяйственной сфере, оно устроено так, что не нарушая каких-то взаимопротиворечащих норм закона и установлений, невозможно руководить городом, невозможно руководить регионом или предприятием или министерством, да, и папочка на тебя будет лежать в любом случае. Да, то есть любой чиновник, он в этом смысле оказывается на крючке и всегда можно его за что-то наказать, за прегрешения такие, которые не выглядят как действительно серьезные основания для такого рода публичных демонстративных мер. И дела у Люкаева и Абызова, они показывают, что неприкасаемых не будет. До какой-то степени, по-моему, с учетом. Но мы можем говорить о воронке репрессий, потому что все время сужается тот круг людей, которых еще недавно считали неприкасаемыми. И федеральный министр уже таковым не является, и руководитель региона с 15-го года таковым не является, и уже известный западный бизнесмен тоже прикасаемый, и уже на заседании Совета Федерации можно публично с участием главы Следственного комитета и генпрокурора арестовывать сенатора, вменяя ему в вину преступление, которое произошло почти 10 лет назад. Но вот мы уже несколько раз произнесли ряд резонансных дел, которые можно так или иначе сравнивать или ставить в один ряд с делом Абызова, но мы нашли кое-что еще, что их всех объединяет. Давайте посмотрим про этот сюжет. В мае 2014 года был задержан глава антикоррупционного управления МВД генерал Денис Сугробов. Задержание было произведено силами 6-й службы ФСБ, так называемым спецназом Сечина, который возглавлял генерал Иван Ткачев. В 2015 году по обвинению имущества и отмывании денег 6-й службой задержан глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. Следом, в 2016 году задержан с поличным при получении взятки губернатор